Здравствуйте дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня всех начинающих садоводов я хочу познакомить с таким, на мой взгляд, очаровательным цветком однолетним, мимолюс. Мало кто его выращивает, мало кто знает это растение. Как-то у нас в России оно не очень пользуется спросом. Может быть пока еще мало кто выращивал и не знает, насколько это красивое растение. Я выращиваю довольно-таки часто мимолюс, но не каждый год. В этом году, в 20-м году не выращивала его. Вырастить мимолюс очень просто, смотрится он очень эффектно. Совершенно неприхотливое растение порадует вас своим цветением на протяжении лета. Можно выращивать мимолюс на балконе, то есть не только в саду. Если у вас есть балкон и вы хотите что-то вырастить на балконе, мимолюс как нельзя, лучше подходит для этого, если у вас восточная, либо южная сторона. Не требователен он к емкостям, к объему грунта. То есть мы высаживаем растение. Если одно растение высаживать, то самый максимальный объем горшочка должен быть примерно такой, как у ведерка из-под майонеза. Это самый максимум. Если вы планируете высадить несколько растений в одну емкость, то это должна быть какая-то миска. То есть горшочек не должен быть глубокий. Дело в том, что у мимолюса очень мелкая корневая система. Сеем мы мимолюс поверхностно. Здесь россыпью есть семена и гранулы. Гранулы все знают, что ни в коем случае никогда не присыпаются грунтом. Но и также вот эти мелкопыльные семена, которые мы берем россыпью, ни в коем случае ни грамма, ни перлитом, ни вермикулитом, ничем мы не должны присыпать. Тогда мимолюс всходит быстро. Я хочу сказать, что мимолюс иногда всходит на второй, на третий день. После того, как мимолюс взошел, рано мы его не сеем, потому что он растет довольно-таки быстро. И уже буквально, наверное, вот хотя на пакетиках, я вот посмотрела, везде написано, что через 5-6 недель он зацветает. Но у меня он всегда зацветает. Да, через 5-6 недель появляются цветки. Но у меня мимолюс зацветает, наверное, где-то через 4 недели максимум. Уже появляются бутончики и он начинает уже раскрывать свои вот эти соцветия. Очень хорошо сочетается мимолюс с лабелией. Но лабелия должна быть обязательно синяя, голубая, либо фиолетовая. Но не розовая, я имею ввиду. Не розовая и не белая. Тогда мимолюс мы, допустим, если выращиваем в кашпо, мы его высаживаем в центр кашпо. И по краю кашпо мы высаживаем лабелию. Лабелия император Вилли, это такая голубая лабелия, кустовая высота до 10 сантиметров. Как нельзя лучше подходит для композиции с мимолюсом. Либо хрустальный дворец, это фиолетовая лабелия. Но есть еще ривьера, также синяя, фиолетовая подойдет. Вот, и мимолюс будет смотреться очень красиво. Нужно, конечно, помнить, что когда мы высадили мимолюс, после первой волны цветения мы его обрезаем, проводим обрезку. И через буквально, наверное, 3-4 недели после того, как он отрастет, появляется вновь цветение. Вот почему я и говорю, что мимолюс лучше сочетать с лабелией. То есть в тот момент, когда мы обрезали, провели обрезку мимолюсу, у нас кашпо не остается пустым. Оно все равно будет у нас с цветами. То есть у нас будет цветение лабелии. Мимолюс также, как лабелия, любит воду. Особенно в тот момент, когда он цветет. Также обязательно нужно проводить подкормки. Очень хорошо подойдет для этого фертика кристаллон. Ну, либо фертика универсал, либо монофосфат калия. И вот мимолюс будет свистеть очень обильно. Очень легко мимолюс черенкуется. Если вдруг у вас вытянулась рассада, вы можете обрезать, начеренковать. Очень легко причеренковываются эти побеги. И также вы получите очень хорошее кустистое растение. Если вы его начеренкуете. Единственное, что в рассадный период его нужно прищипнуть обязательно. Даже если он у вас не вытянулся, первый центральный побег обязательно где-то на высоте сантиметра 3-4 уже можно будет прищипнуть. Над вторым-третьим листочком прищипывайте и все, и у вас мимолюс запустился. Выращивать в саду, так же как и на балконе, мы нужно мимолюс на открытом солнечном месте, либо в полутени, где полдня солнца. В тень лучше не выставлять такие кашпо. На клумбу я бы тоже не советовала высаживать мимолюс, потому что растение очень низкое и оно, как правило, забивается грязью, если мы просто на клумбу высадим. У меня был такой опыт, когда я высадила мимолюс на клумбочку и он у меня постоянно грязный был, потому что шли дожди и он такой неопрятный был. А если, допустим, дождливая погода на протяжении нескольких дней мимолюс, можно кашпо это убрать куда-то под навес. Прекрасно очень растет мимолюс в подвесных кашпо. В общем-то растение, на мой взгляд, очень достойно внимания всех-всех садоводов. Оно очень яркое, и когда вы, если вы садите мимолюс и он у вас в период цветения, я уверена, что каждый, кто будет приходить к вам в гости, первым делом будет подходить именно к этому цветку. Потому что он действительно очень необыкновенный, очень такой красивый, хороший цветочек. И выращивается, как я уже сказала, довольно-таки легко. Ну вот, в общем-то, и все, что я хотела рассказать вам сегодня про мимолюс. На этом я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока-пока.